Доброе утро, друзья! Первое сентября на календаре. Я учитель, конечно же. Ко мне тоже причастие на этот праздник. Вот еду на линейку. Время сколько там? Полдесятого. Линейка у нас в одиннадцать. Сейчас там подготовка к торжественному мероприятию. Ну, напомню, что я работаю в детской дошкольной студии. Так что поснимаю, как там, что будет проходить. Ну, вот. Здравствуй, учительские одежды. В будни. Ладно, поехали. В общем, мне до 9.30 надо было. Он тут ехать недолго, буквально 5 минут. Уже 9.30. Мы тут шарики набиваем, чтобы детям подарить. Как-то мы быстро управились. Сейчас 45 минут до начала линейки. Мы уже все сделали. Кстати, это мой кабинет. Я здесь раньше с детками занималась. Вон уже детки подтягиваются. Осталось буквально 5 минут до начала. Ой, постепенно. Многие идут со школьных миксов. Старшие детей, которые могут, припознают. Я взяла на себя роль фотографа. Буду вам снимать, фотографировать. Здорово. Как вас много. Давайте я вас сначала всех посчитаю. 1, 2, 15, 36, 100, 100 миллионов детей пришло. Старайтесь, вы большие, большие. Мы пришли, давайте его встретим. Мы обойтись, мы обойтись, мы обойтись, мы обойтись. Цветочков понадобили. В общем, наш праздник линейка все только что закончился. Шоу примерно около часа. Сейчас мы пройдем, снимем баннер, который там вон висит желтенький. И вроде как сегодня чаепитие будет или обед, я еще пока не поняла. В общем, все прошло хорошо, классно. Сколько вот мы примерно рассчитывали детей, что придет, столько и пришло. На всех шариков хватило, подарков, всего так. Студия находится практически прямо на площади Победы. Здесь вон дети мои пушки полазят. Там еще арка. Это задняя часть. Вы в этом доме находите, студия. Так что классненько все рядом, можно погулять сразу перед занятием, после занятия. Очень удобно. Вот наша студия с уголочкой спряталась. Ладно, пойду посмотрю что-то, может быть требуется какая-то помощь. Я уже освободилась с линейки, уже заехала в магазин, заехала домой, помогла мужу. Он готовит мясо для шашлыка. Вот, сейчас меня родители пригласили на семейный обед. Ну, только нашей семьей. Я сейчас к ним съезжу ненадолго и после этого отправлюсь на дачу. Женя будет жарить мясо, им нужно там еще Жениным родителям помочь. Вот. Фу, слава богу. Сейчас просто я видела, как кот забегал ко мне под машину. Я его сейчас в сторону заволазила, думаю, я сейчас буду отъезжать, он под машину залез. Сейчас вижу, сейчас покажу. Он пробежал мимо, видимо, под машиной, он там улегся в теньке. Вот, если видно, вот оно. Лежит на умывается, слава богу, что он там, потому что я реально испугалась на сидит под машину. Я сейчас буду выезжать. Вот такой хорошенький. Ладно, все, я поехала. У меня тут ехали буквально полтора квартала. У нас тут перекоплено, надо еще объезжать. Буду еще на связи. Мы уже переместились на дачу. Я думала, что я одна поеду. Но нет, Женя меня подождал. Забрал, и вот мы приехали вдвоем. У нас костер разгорается. Ждем, пока угли станут. И будем жарить мясо. Апровизированный мангал. Заполтый называется. Ну, вот угли уже почти готовы. Сейчас надо подолбить немножко. Вот мяско. Вот цветочки. Сейчас уже начнем. Скоро жарить. Сейчас поставили мясо. Шкура будет вкусная. Это курочка. Женя ее быстро замариновал. Буквально, два часика она была в маринаде. Вот. Ну, надеюсь, хотя бы чуть-чуть промариновалась. Обычно Женя заранее в ночь ставит маринад. Но это было спонтанное решение жарить мясо. Поэтому сегодня вот так вот. Ну, вот, вот, что получается уже. Курочка забеглась. Я сейчас ее уже буду снимать. Смотрите, какая она красивая. Так прожарилась аккуратненько. Ровненько. Загорела. Надеюсь, будет вкусно. Это красота. Я понесла ее на стол. Это мой муж. Вон он ходит, работает. Все, мяско несу. Кушать, кушать, кушать. Все, едем в город. А мы это сразу сейчас съедим? Куча вкусняшек.